ну все давайте короткое послание и по домам да и так мы с вами говорили в прошлый раз о исцелении продолжим вот и может быть мы долго будем еще об этом говорить и я вам точно скажу что мы немало знаем об исцелении немало мы знаем но точно вам скажу что еще много что нужно узнать потому что я вижу такой некий процесс что мы как бы как сначала немножко дети потом мы начинаем постепенно взрослеть и ты уже понимаешь что слушать то что раньше я даже честно вам скажу мне попался вчера блокнот мы там что-то выкидывали дома блокнот мои проповеди которые пачка проповедей на листочке я всегда писал но я не знаю счастись из за наверное посмотрел думаю давай выкидываем их все это что-то было непонятно то есть поэтому процесс идет изменения не всегда идут и то что казалось тогда супер супер пупер сегодня окажется естественно для тебя и ты это понял и ты предлагаешь но я вижу что когда ты изучаешь тему исцеления глубже дальше то есть размышляешь над ней там еще много что нужно понять а вот я и вырасти в этом вот слава господу и так а мы говорили с вами прошлый раз что имя бога нашего иегова рафа аминь одно из имен я господь целитель твой аминь это сказано в настоящем времени вот передаю привет всем баптистам передаю привет всем православными не знаю тоже они во что там они верят не понять их их и всем конфессиям которые верят в то что чудеса закончились свидетелям иегова всем тоже привет все все кто говорит что чудеса закончились на апостолах большой привет ибо написано что я господь целитель твой аминь не написано я бог который был целителем а вот я бог который буду когда-то целителем а он говорит о себе я бог целитель твой сейчас аллилуйя аминь а бог не человек открываем евреям десятую голову и так все не несут туфту аминь это надо в шорт все баптисты по поводу исцеления несут туфту не приедут они за мной потом аллилуйя что-то я баптистов сегодня я ничего против баптистов нет наверное я все таки что-то имею вот они точно верят в это чтобы все закончилось на апостолах то есть и свидетели иеговы это имеет ввиду вот им как бы так ничего так что они так очень похожи это странно это да так 10 глава евреям 7 стих иисус говорит тогда я сказал вот иду как в начале книги написано мне исполнить волю твою божию аллилуйя иисус христос не делал ничего своего аминь он не пришел доказывать свою божественность мы точно знаем что иисус христос не доказывал что он бог никому скорее выглядит даже что он скорее скрывал это а потому что если иисус через исцеление доказывал свою божественность то он прятался мы знаем он говорил некоторым людям не рассказывать ничего об этом и апостолы делали такие же дела мы знаем да они исцеляли людей ходили в свои там миссионерские поездки и исцеляли людей говорили что именем твоим то есть бесы подчиняются поэтому иисус не доказывал свою божественность но написано что я спешу иду исполнить волю твою аминь то есть иисус христос исполнял волю бога отца аминь вот поэтому соответственно это еще раз говорит о том что это желание бога это не иисусова инновации то есть это не иисусова желание исцелять людей ну только его это исходило от отца а господь иисус хотел исполнить волю небесного отца аминь также и мы почему мы молимся за исцеление мы хотим исполнить волю небесного отца она все та же это воля чтобы люди получили исцеление освобождение от бесов освобождение от проблем освобождение от нищеты освобождение всего все что входит в искупление аминь и любая кривизна была выпрямлена аминь хорошо 13 глава евреям слава иисусу 8 стих иисус христос вчера сегодня и вовеки тот же аминь это но вот как то есть а вот как можно дойти до того чтобы верить что но во первых то есть это же не апостолы делали эти чудеса это всегда делал бог аминь через них то есть бог вчера сегодня и вовеки тот же иисус христос тот который исполнял волю отца сегодня также хочет исполнить аминь через нас тот же бог который сказал о себе я господь целитель твой он тот же он не в прошедшем времени он сегодня иегова рафа аминь ибо он был вчера и сегодня в твое время он тот же и завтра он будет тем же завтра бог не проснется не скажет ну что-то надоело то есть но меняем координаты высылаем некого пророка который принесет книжечку опять я вслед кого-то там бросаю камни вот я считаю что откровение нового завета устарели надо принести новое откровение и так рождались все культы и религии около того вот но иисус христос не изменяется аминь иисус целитель сегодня такой же как и тогда слава господу за это аминь слава иисусу эфесянам и так он не изменяется все баптисты слушайте сюда и все свидетели гову и все видите как вас выделил то есть я всех других даже и не знаю вот и все кто верит что это прошло иисус христос не менялся никогда с чего вдруг это должно пройти эфесянам слава господу эфесянам а очень рекомендую вам посмотреть проповедь которую женя выложит сегодня может он сейчас уже полезет выкладывать не надо потому что интернет надо выключить ну вот по поводу молитвы духом потрясающая проповедь кобуса ван ван какого-то не помню как он выговорить все время это он уже на небесах этот муж божий но многие его узнают они видели ролики его так 25 голова 23 стих смотрите что написано интересно вот вот что интересно потому что мы уж есть голова жены аллилуйя интересно вам 5 голова какая 25 это офисиан должен быть а я что сказал 25 голова ну святые почему мне сразу не поправили я так как бы не услышал это эфесянам 25 голова то есть это новое откровение это ангел ночью явился то есть во свете сказал эфесян и 5 глав выложили только до 6 так потому что муж есть голова жены все поняли да все все усвоили как и христос голова церкви смотрите вот на это я вообще не обращал внимание он же спаситель тела аллилуйя и так иисус христос совершил искупительную жертву аминь аллилуйя искупительная жертва это прощение грехов и исцеление мы до сих пор прикручиваем это к спасению грехов потому что внутренне как-то как будто это две разных вещи никогда божье слово не говорит о двух разных вещах всегда подразумевается обе обе эти штуки иисус христос ровно так как спасает людей так и исцеляет людей смотрите насколько вам чтобы увидеть насколько в нас мышление мы все верим что иисус но я по крайней мере уверен что большинство из нас в большинстве случаев верят что иисус хочет спасти любого грешника любого и спасет любого если он обратится любого но бывают случаи когда какая-то личная вот это страшная к этой истории у человека какая-то борьба но все-таки если он христианин и и знает истины божии он признается как бы ему сложно не было что бог хочет спасти этого человека в любом случае и у нас это железобетонно нет никакого сомнения но по поводу исцеления почему-то остается что и и куча вот этих сегодняшних проповедников они практически везде эти проповедники сегодня говорят о том что бог не исцеляет бог допускает нет полного полного гарантии физического здоровья всего этого и тогда тогда слушая какая-то гарантия по поводу полного спасения откуда у тебя уверенность то есть как ты можешь его во первых ты его во первых и не чувствуешь спасение как ты его можешь почувствовать к вопросу почувствовать исцеление потому что чувствами мы не можем двигаться мы не должны двигаться чувствами спасения я не чувствую спасения ну и эти все истории о том что я почувствовал что-то когда-то меня накрыло да ну возможно что-то было я помню что-то было но это ничего не значило. Это не означало, что я спасся или не спасся. Вот, спасся я, потому что верю, что Иисус Христос умер и воскрес на третий день. И сердцем я в это веру, а устами исповедую. Я из-за этого спасен. Я ничего не чувствую или могу что-то почувствовать в этом. Никак это не определяет того факта о том, что я спасен. Точно так же с исцелением. Аллилуйя. Вспомните, Иисус говорит, что проще сказать, прощаются тебе грехи или сказать, встань и ходи. Да? То есть, ну вот так вот я всегда думал, наверное, Иисус показывает, что слушай. Вообще-то сказать, встань и ходи гораздо сложнее, чем прощаются тебе грехи. Так-то, да? Сейчас вот скажи, прощаются тебе грехи, как бы, ну ничего. А вот скажи, встань и ходи, он не встал, ну как бы ситуация, да? То есть, по идее. Но я думаю, что Иисус говорил о том, что слушай, ничто не проще, все это вот так. Одинаково. А как просто сказать, прощаются тебе грехи, так и просто сказать, встань и ходи. Потому что у него это всегда было ровно. Аминь. Исайя 53 глава. Он взял на себя наши немощи. Аминь. И понес наши болезни. Аллилуйя. И взял на себя наши грехи и понес наше беззаконие. Ровно одинаково. Аллилуйя. Поэтому Иисус исцеляет и спасает наши тела. Аминь. Наши тела так же спасает, как и душу. Через исцеление. Аллилуйя. Аминь. Хорошо. Все вы в этом уверены? Все? Утверждаетесь? Да? Аллилуйя. Хорошо. Ладно. Я обещал вам стих. Не стал я вас томить. Не стану то есть. Разгонять несколько недель. Так и выдам вам. А может быть. Я даже, кстати, сегодня, когда еще раз местописание это прочитывал, думал, слушай, да он, наверное, никого и не удивит. Но меня он сильно поразил. Я помню, как этот стих. Мы ехали в поезде с Тобольска. И я читал Писание. И этот стих, то есть, и мне так что-то сладко стало. Я так хорошо уснул. Хорошо. Так, знаете, я прям не захотел дальше идти. Думаю, сейчас я буду созерцать этот стих и размышлять над ним. Какой он классный. Как же я его не замечал. И вот не хочется читать дальше, пока вот эту вот не пожую жвачку. То есть, не хочу менять другой вкус. Вот это хочу. Итак, первая Коринфянам, шестая глава. Смотрите, что написано. Аллилуйя. Слава Господу. Это интересно. Я не замечал этого. Но ты, Святой Божий, наверняка видел это все всегда. А я не видел. Но я поделюсь с тобой. Итак, тринадцатый стих. Пища для чрева, а чрево для пищи. Аминь. И скоро мы это пойдем делать. И все скажут аминь. Но Бог уничтожит и то, и другое. Ну, как это? Так все хорошо начиналось. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Обратите внимание на этот стих. Мы не закончили с этим стихом, с этим местописанием, но обратите внимание, Библия говорит, Бог для тела. И тело для Бога. Аллилуйя. Как можно думать о том, что Бог дает болезни? Во-первых, это его тело. И он не будет с ним так себя вести. Правильно? И он для тела. Кто он? Иегова Рафа. Аминь. Он творец всего, создатель всего. Большой Бог, наш большой Бог, всемогущий. Он для тела. В том числе написано. Бог для тела. Аллилуйя. Но это чистая фишка о исцелении. Это конкретное местописание об исцелении. Он для тела. Аллилуйя. Смотрите дальше. Бог воскресил Господа. Воскресит и нас силою Своей. Аминь. Разве не знаете, что тела ваши суть? Члены Христовы. Аллилуйя. Что? Члены Христовы, что в нас? Тела. Правильно? Тела. Вот ваши тела. Физические, да? Правильно? Он же говорит о физическом теле. Блуд. Физическое тело совершает. Где-то там что-то оно там делает. То есть он говорит, это члены Христовы, наши тела. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да, не будет. Или не знаете, что совокупляющаяся с блудницей становится одно с нею. Ибо сказано, два будет одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Аллилуйя. Я один дух с Богом. Скажи это. Я один дух с Богом. Мы едины. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши, суть, храм, живущий у вас Святого Духа, которого вы имеете вы от Бога, и вы не свои. Аминь. Ибо вы куплены дорогою цену, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Ну вот теперь давайте мы заглянем в эти местописания. Что? Ну Павел тут много о чем говорит, но конкретно вот эти стихи, смотрите, о чем они говорят. Наше тело. Мы же относимся к нашему телу как к нашему телу. Но Библия не говорит, что это твое тело. Библия говорит, что это не твое. Это Христово тело. Аллилуйя. Оно не принадлежит тебе. Оно не принадлежит дьяволу. Оно принадлежит Богу. Поэтому никто, не имеет права находиться в твоем теле. Никакая немощь и болезнь не может находиться, потому что тело принадлежит и Иисусу. А вы знаете, кто такой Иисус? Лев из колена Иудина, которого боятся все бесы и демоны, и все болезни. Правильно? И твое тело, его тело, оно не принадлежит тебе. Оно дано тебе в аренду. Ты управитель этого тела. Ты управляющий. Но мы ведем себя, но у нас нет даже такой логики. Нету такого мышления. Это как будто наше. И когда у нас приходит проблема, это наша проблема. Бог где-то там. И мы начинаем во всем это копаться. Но нам нужно пересмотреть этот вопрос. Это не наше тело. Это его тело. И поэтому, к чему это? Потому что вот этого стиха, смотрите, как можно интересно встать против немощей болезни. Дьявол не имеет права быть в твоем теле. Правильно? Потому что это не мое. Это тело принадлежит Иисусу. Никто не может нарушать эту территорию. Он вор. Он нарушает все равно. Но мы можем твердой верой встать против этого и твердо иметь основание в Библии, что дьявол, ты не имеешь права находиться в этом теле, потому что оно принадлежит Иисусу. Никто не может здесь находиться. Здесь только может находиться жизнь и Святой Дух. Аминь. Который является жизнью. Правильно? Поэтому, когда приходит немощь или болезнь, или она существует, мы твердо встаем. Но смотрите, это, я перечисляю это, то, на что мы можем встать. Но нужно будет встать. Правильно? Нужно будет отстоять. Свою территорию. Отстоять. Настоять на том, что, слушай, ты уходишь. Вот. Как будто ты заходишь куда-то домой, а там, прямо, знаете, то есть, ну, там, не знаю, какой-то притон там, не знаю, притон или бомжатник какой-то, они заселились в твою квартиру, ну, или в дом там дачный, ты там не знал, ты приехал, а там что-то происходит. И ты начинаешь все это вычищать и говорить, убирайтесь, то есть, собрали вещи быстро, вызывая полицию там, или что, вы уходите, то есть, не имеете права, у вас есть все права. Правильно? Это может занять какое-то время, это может занять какие-то разговоры, но у вас есть право. Вы можете промолчать, можете сказать, ну, ладно, как хорошо, надо заботиться о людях. Вот как в Европе я слышал, там кто-то в квартиру залазит, и этот уже не может отстоять, он чик, а тебе говорят, а ты не имеешь права, теперь это он тут может жить, в смысле, то есть, ну, я вообще понять их не могу, бред какой-то, вот, но в России, слава богу, не так. Поэтому, но ты можешь и как бы согласиться, пусть живут, а что, тоже существа, то есть, духи, а не а как, то есть, либо ты же говоришь, слушай, как это все тут это, быстро выметайтесь отсюда, и начинаешь наводить порядок, но на основании права, правильно? И на основании, тебе Библия дает четкое право, это тело не твое, плохо, что так произошло, плохо, давай наведем здесь порядок, и ты встаешь в порядок, и дяло тебя спросит, а где, почему ты так делаешь, с чего я должен уходить, потому что это тело не мое, ты уходишь, потому что тело принадлежит Иисусу, пошел вон, аллилуйя, аминь, наши тела для Господа, и мы всегда говорили, я всегда думал, для Господа, это чтобы я Божьи дела какие-то делал, или что-то я проповедовал людям, аминь, и это все тоже, но в том числе, оно и для Господа, мое тело, чтобы не болеть, что оно не должно болеть, христиане не должны болеть, потому что тело Божье, Бог хороший управитель, Он неплохой управитель, чтобы тело разрушивалось, расплывалось, или переживало какие-то тяжелые болезни, правильно? Ну вот, аминь? Не знаю, впечатлил ли вас стих, меня сильно впечатлил этот стих, у меня прям так, знаете, как стена с оружием, которое я беру, чтобы дьявола сечь, то есть, и там меч, там, я не знаю, еще какое-нибудь там, копье какое-нибудь, чем мы будем его сегодня бить, то есть, и целый арсенал, чем я, когда начинаю размышлять, начинаю или молиться, на что я встаю, то есть, это мой арсенал четко упало, я четко заявляю, что дьявол, ты просто такой глупый, ты не имеешь права здесь находиться, ты уходишь, вор, выгоняю тебя, аминь? Хорошо, слава Господу, ну вот видите, а я говорил там что-то, а вас даже не впечатляет, Галатам, первая глава, аминь, так, мы за Долу не помолились, да? Да, ничего, мы сейчас сделаем это, первый стих, пятая глава, первый стих, и так стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, аллилуйя, и мы знаем, что Павел объяснял в Галатах, о том, что они стали возвращаться снова под закон, какие-то глупости, обрезаться, и разные вещи, но мы четко знаем, что и религия говорит об этом, об исцелении, о нашей свободе, о прощении, разного, дьявол через религию сказал, поэтому этот стих, сегодня мы отнесем к такому моменту, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и так, свобода, это я свободен от грехов, у меня нет больше грехов, я больше не грешен, я святой, я праведный человек, аллилуйя, и я исцелен, и это свобода, и Павел говорит, стой в этой свободе, не подвергайся игу, не слушайте учения, которые говорят о том, что ты можешь болеть, о том, что ты должен болеть, о том, что Бог тебя благосовил так, о том, что Бог совершает с тобой такой процесс воспитания или каких-то вещей, это ложь, и я стою в свободе, Иисус освободил меня, как Он меня освободил от грехов, так Он освободил меня и от болезней, аминь, аминь, слава Господу, хорошо, итак, откроем Исаию, 58 глава, очевидно, что мы должны понимать, вопрос исцеления и вообще вопрос Божьих дел всегда мы знаем, касается веры, и нам нужно твердо быть уверенным в воле Божьей, твердо быть уверенным в том, что Бог хочет, и плюс это все и есть, твердо быть уверенным, что это Его тело, учить себя, это надо твердо верить, что ранами Иисуса я исцелен, аллилуйя, что я благословлен, воля Божья, чтобы я здравствовал и преуспевал во всем, то есть и ты в этом должен быть уверен, и ты начинаешь в этом расти, смотрите, аллилуйя, это будет еще часть, о чем мы будем с вами разговаривать, о том, что просто знать эти истины недостаточно, недостаточно, это нужно говорить, в это нужно верить, это нужно исповедовать, так нужно думать, аллилуйя, вот что важная часть обновления разума, которая должна происходить, человек должен быть твердо уверен в том, что он говорит, и тогда исцеление, смотрите, есть интересный стих, Исайя 58, 8, вот, тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твое пойдет пред тобой, и слава Господне будет сопровождать тебя, исцеление вскоре твое возрастет, вот что исцеление, это процесс, процесс восстановления твоего тела, когда мы просим человека проверить сразу свое тело, когда мы молимся, это мы хотим увидеть, что это, это чудо творения, или это исцеление, только две вещи хотим увидеть, больше ничего мы не видим, мы не должны ни в коем случае вкладывать в это, что произошло или не произошло, нет, это ошибка очень сильная, не делайте этой ошибки, когда молитесь за людей, или молитесь за себя, не делайте, не проверяйте вообще ни на какие эмоции, ну чувства, в плане того, чтобы на вас это повлияло, человеку трудно ему объяснить, ну что слушайте, это же не так просто за минуту, за пять минут объяснить, что слушай, ну нельзя сейчас полагаться на то, что ты чувствуешь или не чувствуешь, даже если тебе стало лучше, нельзя на это полагаться, никак нельзя полагаться, это не определяет исцеление, нет, потому что ровно так, как это может сыграть за, оно сыграет и против, потому что есть очень часто вещи, которые приходят снова, и снова приходит ухудшение, или снова могут прийти симптомы, или боль, и человек ровно так, как он сказал, зафиксировав, что ему стало легче, потому что он почувствовал, он скажет о себе так, да, мне стало легче, или боль ушла, я чувствую ее нету, он ровно так же скажет, а, боль вернулась, я не исцелен, мы не проверяем исцеление, на основании того, что мы чувствуем или не чувствуем, исцеление работает только в том, что говорит Божье Слово, аллилуйя, в Божьем Слове нету, сегодня да, завтра нет, в Божьем Слове всегда, да, всегда исцелен, аллилуйя, и если ты делаешь упор на чувство, а это глубокая штука, она глубоко сидит в нас, глубоко сидит не только по поводу исцеления, а по поводу всего, что ты просишь, по Слову Божьему, и не видишь сразу этого, или не происходит сразу этого, ты сразу же сводишься к тому, что, ну вот я там не вижу, или не знаю, может быть, может не быть, то есть, вот эти женщины, за которых я свидетельствовал, то есть три, и она говорит, я почувствовал улучшение, хорошо, та сразу вторая согласилась помолиться, это хорошо, аллилуйя, вот, и я помолился, она говорит, я тоже почувствовала улучшение, третья говорит, ничего не почувствовала, вот, и я им дал небольшое наставление, сколько у меня было времени, что, дорогие, пожалуйста, не реагируйте на эти ваши мысли, потому что, я это спросил, для того, чтобы понять, это чудо было, или это у вас будет временный процесс, вот, но, пожалуйста, не делайте того, чтобы сомневаться в том, что это произошло, я понимаю, что они глазенками хлопают на меня, и, ну, не понимают, о чем я говорю, то есть, но что делать, объясняю, как могу, то есть, и в те рамки, потому что, это очень важный момент, мы сводим на нет духовные вещи, если мы ведемся чувствами, я очень жду книгу «Два вида веры», очень жду ее, она очень хорошо объясняет про чувства, про эмоции, про переживания, про то, что мы переживаем, когда, там, переживали какие-то молитвы, поклонения, разные вещи, то есть, это зыбкое основание, оно неправильное, неправильное, это здорово переживать, здорово, что-то чувствовать в теле, но это никакого отношения не имеет к вере, вообще, и не имеет никакого отношения к переживанию Святого Духа, вообще, вообще не так, давайте еще раз, то есть, мурашки не свидетельствуют о Духе Святом, мурашки вы переживете и на рок-концерте, ну, в каком-нибудь таком, нормально, ну, там, и лютом, плохие мурашки, хорошие мурашки, но вы переживете, и бывает фильм, так, снятый неверующими людьми, какие-то темы, так, ну, мурашки там, или какие-то слезы, или, или какие-то эмоции, переживаешь, и что-то задумываешься, вот, аллилуйя, фильм о мечтании Дзира о суши, переразвели меня в сильнейшие мурашки, то есть, сильнейшее потрясение, это не был Святой Дух, то есть, ну, поэтому мы никак телом не испытываем никакого Святого Духа, аллилуйя, он не имеет отношения к чувствам, Дух Святой движется верой в Слово Божье, всегда, это глубоко сидит у нас, нам, нам даже согласиться с этим неохота, новеньким, нормально, а старым, старое вино лучше нового, а как же полежать, а как же, это, подергаться, а как же поплакать, как же, попереду, ну, что-то, что-то вот накрывать, я же сам это люблю, почему я это говорю, потому что сидит во мне это глубоко, но я сегодня работаю над тем, чтобы говорить, это не имеет отношения, это не говорит, что это плохо, но это не определяет, да или нет, по отношению Богу к тебе, определяет только одно, что говорит Слово, а когда тяжело вообще переживаешь, не понять что, вот, а Слово не меняется, поэтому давайте мы не будем делать ошибку на основании того, что мы ведемся, что-то почувствовали, не почувствовали, это не определяет исцеление, но мешает точно, поэтому вера смотрит на Слово Божие, всегда, приведу еще один пример, помню, общался с одним братом, у него нога, короче, сильно, несколько раз за него я молился, не знаю, много ног я молился, это самое, которое не поддавалось, нога верующего, то есть, но самое упорное, и не хотело расти, но был интересный разговор с ним, и когда я молился, то есть, нога не выросла, он мне стал объяснять, что слушай, да вырастет она в свое время, мне Бог сказал, что когда ты будешь проповедовать людям, что-то такое он мне сказал, благовестствовать, и что-то там определенное какое-то время, нога вырастет, вот, это ложь, и такого в христианстве много, а вот, он ничего не сказал о том, что слушай, сегодня вечером она уже вырастет, потому что Иисус и Иегова Рафа, аминь, и мы такие, раз, давай пять, то есть, такого не произошло, он ничего не сказал, никакого обетования Божьего, он не сказал ничего из Слова Божьего, он сказал какие-то откровения, какие-то всякие вещи, запомните, если проповедник говорит, мне Бог сказал, у вас первая реакция должна быть, надо под сомнение ставить, сто пудов, то есть, ну, потому что всего этого много, это вообще фраза, она очень такая, потому что мы потом смотрим Слово, ну не мог тебе Бог этого сказать, он не говорит такие вещи, ну потому что Слово говорит другое, он что, то есть у него, ну разъехались что ли там, Бог, вчера, сегодня и вовеки тот же, он сказал, исцелен тогда, исцелен сегодня, аллилуйя, я сегодня ни про кого не говорю, я что-то сразу подумал, что-то, я говорю, во что я верю, все сам проходил, аминь, вот, слушал проповедь, выскакила мне проповедь, после проповеди одного брата, который проповедник, он стал говорить, что мне Бог сегодня помазал Духом Святым, мне Бог сказал, и начал говорить про родовые проклятия, о том, что родовые проклятия существуют у всех верующих, надо разрушить, и я просто сразу сказал, ну слух там, да не говорил тебе этого Бог, то есть, ну, врешь ты, все, как же так, раз такое может быть, но слушайте, сплошь и рядом, потому что Бог говорит только Слово Божие, Слово Божие говорит, у нас нет проклятия, их не может быть у нас, мы родились от Иисуса Христа, какие у тебя могут быть проклятия, чего ты их прикручиваешь, соответственно, этого всего бывает много, поэтому мы не ведемся никогда откровениями никаких людей, и откровениями и своими мыслями не ведемся, мы ведемся только, что говорит Слово, а Слово говорит, Иегова, ну в контексте исцеления, Иегова Рафа, я Господь, целитель твой, сейчас, аллилуйя, сейчас ты исцеляешься, не когда ты там наберешь, там какое-то количество людей, и нога твоя начнет расти, это ложь, Бог этого не может сказать, Бог говорит, ранами его мы исцелились, нет никакого условия, нет условия какого-то, Бог нелицеприятный, Он никому никогда не выставляет никакие условия, если ты будешь собирать там души, я исцелю тебя, тогда он, тогда это неправильно исцелять кого-то просто так, тогда надо всем это делать, потому что у Бога мера одна, для всех, равная, понимаете, поэтому Бог никогда этого не будет делать, я записал себе такое выражение, вера не чувство, чувство не вера, вера всегда смотрит на Божье Слово, она не смотрит на свою боль, на свои обстоятельства, на свои ситуации или какие-то вещи, не смотрит, вера всегда смотрит в Слово, аминь, встает вопрос, как правильно говорить, вот, потому что здесь мы, чтобы у нас мы много раз про это говорили, еще раз проговорим, как правильно говорить, то есть мы не должны быть немножко людьми, то есть, вот недавно я свидетельствовал, у меня состоялся разговор с одним человеком, я за него помолился, и потом мы связались с ним снова по WhatsApp, и я ему говорю, как ваше самочувствие, он говорит, ранами Иисуса Христа я исцелен, правильно, вот, но связался он со мной, а не я с ним, ну, то есть, для молитвы, я еще раз спрашиваю, ну, так в итоге, дочка, как себя чувствует, а вот, там что-то из разряда, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, ну, то есть, я, ну, меня это уже раздражать даже начало, то есть, я ему пишу, я, вы большой молодец, то есть, все правильно говорите, ну, а тогда я вам зачем, то есть, как бы, зачем вы мне, ну, позвонили, то есть, то есть, встает вопрос, но хочу вам сказать, в какой-то мере он делал правильно, однозначно правильно делал, просто мы не отрицаем боль, ну, если она есть, то есть, мы не отрицаем диагноз, мы не отрицаем того, что вот мы видим, но мы должны стать правильными, и я думал, как же правильно сказать, Я бы сказал на сегодняшний день, так, слушай, я чувствую боль, но я верю, что ранами Иисуса я исцелен, пока я ее чувствую. Но ранами Иисуса я исцелен. Я не встаю на то, что это произошло или нет. Я точно знаю, это случилось. Это случилось. Но я еще пока, она еще остается пока, короче, я ее еще чувствую. Не надо ее отрицать, это же неправильно. Ну, то есть, это вот эта харизматическая вещь о том, что я не исповедую. Опять этот анекдот вспомнился. То есть, это, но встаем мы на обетование Божье. Это правильно сказать. Неправильно будет говорить, я чувствую боль, мне опять плохо, и начинать ныть. То есть, это крайне неправильно. Но ты все разрушил, все. Считай проблему. Это что касается боли. Если ты говоришь, у меня проблемы в жизни, все плохо, считай, все ты разрушил. Хоть замолись, ты не пробьешь эту стену. Но мы должны говорить обетованиями Божьими. Мы говорим, мы исповедуем Слово Божье. Правильно? И мы говорим, ранами Иисуса я исцелен. Ранами Иисуса я исцелен. Да, я тебя еще чувствую, но я не реагирую на тебя. Я исцелен. Ты уходишь. Мое тело восстанавливается. Аллилуйя. Так бы я сказал сегодня. Может быть, что-то поменяется со временем. Но я думаю, что в этом уже есть определенный смысл. Вы здесь еще? Иезекииль. Иезекииль, 12 глава. 25 стих. Ибо я, Господь, я говорю, и Слово, которое я говорю, исполнится. И не будет отложено. Аллилуйя. Ну там, дальше там, к евреям. Но для нас. Ибо я, Господь, я говорю, и Слово, которое я говорю, исполнится. Аллилуйя. Аминь. Вот. Что Он говорит по твоей ситуации? Выясни, что Он говорит по твоей ситуации. Реши для себя. И говори эти вещи. Потому что Слово исполнится. Аллилуйя. Если ты говоришь о том, что твои проблемы, тогда это Слово дьявола исполняется в твоей жизни. У тебя проблемы. У тебя все будет плохо. Ты проиграл. Так будет хуже. Ты умрешь. Или там не решится. Или решится плохо. Это Он говорит. И если ты повторяешь за Ним, ты говоришь Его Слово. Но Библия говорит тебе, говори Слова Божьи. Аллилуйя. Мой Бог исполнит свое Слово. Ранами Иисуса я исцелен. Аллилуйя. Аминь. Вот как ты должен говорить. Этому нужно учиться. 28 стих. Посему скажи им. Так говорит Господь Бог. Ни одно из слов моих уже не будет отсрочено. Но Слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог. Аминь. Правильно? Вот что мы говорим. Когда мы сталкиваемся. Нога, то есть она здорова. Аллилуйя. Сегодня Бог уже, можно сказать так, никого не исцеляет. Вообще не исцеляет. Он уже это сделал. Наша задача сегодня, как Его представителей, нести это людям. Потому что исцеление совершилось. Аллилуйя. На Голговском кресте. И сегодня, если вы заметили, вот за кого я молюсь. Если вы обратили внимание, если не первый раз я молюсь. То чаще всего я говорю, я уже не прошу, не высвобождаю даже. Я просто говорю, Господь, я благодарю Тебя, что она исцелена или он исцелен. Я благодарю Тебя, я утверждаю эту победу. Исцеление уже существует. Я тем самым учу себя и встаю в том, чтобы я уповаю на Слово, которое исполнено. И оно проявляется. Я жду скорейшего его проявления и ускоряю каждый раз процесс, чтобы это проявилось. Аминь. Вы тут еще, да? Что, не один стих получился, да? Хорошо. Хорошо. Почти напоследок. Второе Коринфина. Второе Коринфина. Аллилуйя. Второе Коринфина. Смотрите, как это интересно. Когда эти стихи не соединяются в одно, оно как-то размывается. Это странно, то есть, но... 20 стих. Смотрите. Первая глава. Второе Коринфина. Первая глава. «Ибо все обетования Божьи, в нем да и в нем аминь, в славу Божию, через нас, все, что сказал Бог, через Иисуса Христа в твоей жизни, да и аминь. Все обетования». Апостол Павел, наверное, забыл написать, что сейчас мы помрем, то есть, апостол, и все. Лавочка прикроется, то есть. Нет. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Никогда не умрет. Он вечен. И его слово вечно. Аллилуйя. Ибо он и есть слово сказанное. И Библия говорит, в нем обетование да и аминь. Вот, что мы должны и делать. Мы и говорим обетование. Когда какие-то ситуации или болезни, мы говорим обетование Божие. Ранами Иисуса Христа я исцелился. Аллилуйя, тело. Ты не мое. Ты принадлежишь Богу, дьявол. Пошел вон. Ты уходишь. Мое тело здорово. Тот, кто во мне, больше тебя. Ты убираешься. Аллилуйя. Потому что обетование да и аминь. Не может быть. Не нет. Не всегда. В данном случае это вот не так. А всегда да и аминь. Правильно? Хорошо. Псалом. Последнее местописание. Итак, Псалом 102. Псалом 102. Псалом 102. Аллилуйя. Слава Господу. Что-то Павла сегодня нет. Не устоял Верий брат, что ли? Передайте ему привет. Был у меня еще разговор на этой неделе. Один такой же. Вот там хорошая реакция была. Здравая. Про того нашего друга, брата. Молодец. Ну и я верю, что он все исправит. Слава Господу. Ладно, не буду ничего говорить. Так, 102 Псалом. Благосови душа Господа. Первый стих. Моя. Господа. И вся внутренность моя. Святое имя его. Аминь. Аллилуйя. Прекрасные стихи. Благосови душа моя Господа. И не забывай всех благодеяний его. Он прощает все беззакония твои. И исцеляет все недуги твои. Аллилуйя. Мой Бог исцеляет все недуги мои. Аллилуйя. С чего Бог-то дает болезни? Какие болезни он дает? Кому он что дает? Он исцеляет мои болезни. Аллилуйя. И я буду это говорить. Вот он говорит. Благосови душа Господа. Давид говорит. Не буду говорить ничего другого. Буду говорить только одно. Он прощает мои беззакония. Смотрите, они идут всегда вместе. Исцеление и прощение. Исцеление и прощение. Итак, болезнь жестокая вещь. Правильно? Ведь если болезнь приходит в жизнь человека, и Бог хочет научить этого человека, ну, например, ДЦП, то есть, да, например, то это не касается только этого человека. Это касается всей семьи. И люди страдают все. И мучаются все. И это занимает кучу денег. Это занимает настроение людей, их радость. Воруется все просто совершенно. Как можно сказать, что Бог учит чему-то через это или дает? Это невозможно. Никогда. И как мы можем сказать, благослови, душа моя, Господа. Спасибо тебе за ДЦП. Ох, как хорошо. Прекрасно. Буду славить тебя, Господь, и воспевать тебе. И вся эта семья, то есть, ну, как вы видите, это вообще. Это невозможно. Эта семья, они чаще всего... Есть люди, которые как-то не унывают и продолжают жить. Но вы часто же видите, наверное, женщин, которые ведут под ручку какого-нибудь сыночка, который выше ее, а он дебил, да, там, ну, это болезнь, да, это вот это вот. Или, а как оскорбление звучит, ну, это же болезнь, я правильно говорю, да? Там врачи пусть меня поправят. Или, ну, я знаю такое, я проповедовал одной женщине. Я тогда еще не понимал ничего про исцеление, но я хотел помолиться за него. И я ей благовествовал. Я ее встречал, она такая уже старенькая. И паренек этот высокий, белые шапочки, кепочки такой ходят по центру частенько. И ее жизнь разрушена. Она уже на финише. Она уже пожилая женщина. А вот. И она не прожила жизнь, я понимаю. То есть, ее жизнь каждый день была проводить время с этим парнем, у которого, ну, дебилизм, то есть, или что там, отсутствие разума, или как, то есть. Это вообще, это жестокая болезнь. Правильно? Болезнь жестокая вещь. И делает она страшные вещи. Поэтому наш Бог, Бог, который исцеляет. Аминь. Имя Его Его Варафа. Аллилуйя. Хорошо. Слава Господу. Так, давайте мы сейчас помолимся за Аделу и помолимся за Наталью. К нам обратилась сестра, если вы познакомились с ней. Наталья, выходите сюда. Аллилуйя. Аделы нет. Адела, давайте руку. Господь, спасибо. Вы все слышали, что я сказал сегодня, да? Я правильно понял, онкология, да? Все. Соглашаемся. Спасибо, Иисус. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас я высвобождаю Божью жизнь. И я исповедую, что ранами Иисуса Христа Наталья здорова и сильна. Ее тело восстановлено. И ее тело принадлежит Иисусу Христу. И я говорю тебе, дьявол, убирайся вон из ее тела. Рак встал и вышел из ее тела. Прямо сейчас Божья жизнь. Я приказываю восстановиться всем клеткам. Во имя Иисуса Христа. Полное восстановление тела. От макушки головы до подошвы ног. Тело восстановлено. Спасибо тебе, Иисус, что ранами твоими мы исцелились. Наталья исцелена твоими ранами. Этот рак был на тебе. Спасибо, Господь, тебе. И нет никакой причины. И ничего, никакого довода, чтобы она несла это. Ибо ты понес за нее это. Наш Спаситель. Поэтому тот, кто во мне, больше тебя рак. Убирайся вон во имя Иисуса. Жизнь. Восстановление. Спасибо, Господь. Слава тебе и хвала, что Наташа здорова, исцелена и восстановлена. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Я верю и исповедую, что ранами Иисуса я исцелена. И тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Аминь. Слава Господу. Хорошо. Мы ждем свидетельства. Слава Господу. Давайте согласимся за Аделу. Иисус, спасибо тебе. Прямо сейчас. А что? Температура. Во имя Иисуса Христа. Вирус. Все, что вызывает кашель, температуру. Мы говорим тебе, пошел он из-за тела Адели. Во имя Иисуса. Божья жизнь. Божье исцеление в тело. Полное исцеление. Во имя Иисуса. И больше ты не задерживаешься ни одного дня. Ты сегодня уходишь. Сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. И все. И все. И не нужно переживать при этом чего-то особенного или не особенного и что-то чувствовать. Ничего. Они исцелены, потому что так написано. Аминь. И мы встаем на это. Слава Господу. Так, давайте примем причастие. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Субтитры создавал DimaTorzok